На 10 килограмм за всю свою историю канала, ребят, я худела и на 17 килограмм, и на 15 килограмм. Потому что без этого ты не сможешь быть счастливой, без этого ты не сможешь быть желанной. Любовь к себе это не то, что ты позволяешь себе жрать как не в себя. Любые ограничения для свободолюбивых людей, они фатальны в итоге. Это было искаженное понимание о женском красоте, о женском теле и о здоровом теле тоже. Сив-карты раскрыла, можно сказать. Друзья, всем привет, меня зовут Анна Германова, я персональный стилист и фэшн-блогер. И сегодня очень нетипичное видео, в котором я буду рассказывать вам о принятии себя, о моем изменении в теле. Я стала выглядеть худее, это очень многих волнует. И я решила посвятить видео принятию тела, понятию о красоте и о своем, собственно говоря, изменении. Это видео я пишу без поргалок, без каких-то списков. Оно может быть очень эмоциональным, но сразу хочу заметить, что оно откровенное. И я хотела бы, чтобы некоторые хотя бы из вас посмотрели, возможно, на проблему своего веса, на непринятие своей внешности, на непринятие других людей вокруг себя, на раздражительность на свою, какую-то неуспешность в этом и на другие факторы своей жизни через призму того, что я сегодня вам здесь буду рассказывать. За последний год я похудела на 10 килограммов. Я не могу сказать, что это очень много. Это размер, вообще-то, да, если так считать, что 10 килограммов – это обычно размер. До переезда в США я жила там последние 10 лет. То есть вот последний год я живу в Санкт-Петербурге. Последние 10 лет я, 11 даже лет, я жила в Калифорнии. Я вышла замуж, у меня поменялся статус, у меня родилось двое детей, иммиграция. Это все накладывало огромный отпечаток. И за эти 11 лет я набрала 30 килограммов практически. Это связано было именно с вот этими многочисленными факторами в моей жизни. Никуда, никак от них не избавиться. Поэтому я решила пойти по пути принятия себя. Потому что принятие своей внешности во многом залог того, как вы, в принципе, будете себя ощущать. И это очень влияет на качество вашей жизни. Что же случилось? Мне очень многие комментаторы пишут, «Аня, вы же всегда были за принятие себя, а теперь решили худеть». Вы знаете, я всегда занималась своей внешностью. Так или иначе, посредством одежды, посредством спорта. Я никогда не сидела на диване, задрав ноги. Ну, конечно, мы все так сидим периодически. Но это не являлось ключевым в определении любви к себе. И любовь к себе – это не то, что ты позволяешь себе жрать, как не в себя, и ничего не делать. Любовь к себе появляется в принятии того факта, что ты сейчас выглядишь так. И пока что ты не можешь с этим ничего сделать, но это не значит, что ты ничего не будешь предпринимать в улучшении себя. Это большая разница. Принятие – это не смирение. Вот, пожалуйста, вот эту фразу где-то себе запишите, чтобы понимать, что такое принятие и что такое смирение. Смириться – это значит отпустить повода. Это значит ничего, ну, как бы все, перестать действовать. А принятие – это принятие действительности, адекватная оценка. Хотя в моем случае, например, она была не всегда адекватной. То есть я, в отличие от многих женщин, считала себя худее, чем я есть на самом деле. И продолжаю так думать. Наверное, во многом это помогает мне быть такой раскованной, уверенной в себе, потому что у меня есть вот эта обратная сторона. И у этого есть причина. Можете тоже ее себе создать, эту причину, или найти в жизни. Это, в моем случае, ролевые модели. Что такое ролевая модель? Это тот образ, который я видела в подростковом возрасте, и который оставил отпечаток, что вот такой быть нормально. Такой можно чувствовать себя красивой, сексуальной, желанной и так далее. Такой – это значит не худой, конвенционально красивый, как принято в обществе, а не такой худой, с какими-то своими особенностями фигуры, со своим ростом, со своим телом и так далее. И таким человеком для меня, ролевой моделью стала моя тетя. Алена, привет! Я сейчас все карты раскрыла, можно сказать. И она, сама того не желая, на самом деле. Просто я очень много времени проводила, будучи рядом с ней. Я видела, это было просто записано на подкорке, что чувствовать себя комфортной, сексуальной и желанной в своем теле, если даже у тебя там животик торчит, или что-то еще, или что-то еще. Это абсолютно норма. Это был первый такой очень-очень основополагающий фундамент в становлении моей личности и ощущения своего тела. Да, я всегда, потом уже подростковый возраст сменился юношеством, я начала там абсолютно по-другому мыслить, начала повторять паттерны поведения, следить за тем, какие тренды, что мужчинам нравятся только такие, читать какие-то определенные средства массовой информации, да, там журналы, паблики. Ну, тогда еще их не было, но, в общем, какие-то потом уже они появились. И это все стало в итоге вырисовывать новую картину, что, оказывается, надо быть худой, чтобы быть желанной, красивой и счастливой, потому что как без этого ты не сможешь быть счастливой, без этого ты не сможешь быть желанной. И я начала, конечно, комплексовать. И вот, наверное, до 30 лет у меня был очень неосознанный такой период, когда я просто понимала, что я недостаточно хороша. И это очень сильно бьет по самооценке, по уверенности. При этом я никогда не была неуверенной девушкой, я всегда все равно была яркой и мощной, как говорится. Но внутри себя у меня было очень много сомнений по поводу того, какая я, и смогу ли я там понравиться кому-то. А вот, наверное, я ему не нравлюсь поэтому. Ой, а у меня здесь не так, тут не то. Затем сменился новый период. Это был период моего замужества, когда появился только один партнер. И это уже было 30 лет. Это очень осознанный возраст. Я довольно, можно сказать, поздно вышла замуж. И этот момент совпал с тем, что я переехала в США, я родила и сразу забеременела. И, в общем, совершенно другая жизнь началась. Появилось очень много стилистов, которые все стали говорить одно и то же, какими-то абсолютно повторяющимися паттернами, вот этими повторяющимися правилами, что можно, что нельзя, кому нельзя, кому можно. И я очень часто в комментариях считываю эти паттерны просто под копирку, как сказал когда-то Васильев на модном приговоре, как сказала какая-нибудь еще там небезызвестная стилистка в каком-то интервью или у себя на канале. И я это вижу, эти вот эти четкие, прописные истины, которые совершенно не являются тем, что касается индивидуального стиля. Все это касается только мифа о красоте. Первая моя рекомендация это, и в этот момент, собственно, я ее прочитала, это «Миф о красоте» Наоми Вольф. Писано в начале 80-х или в конце 80-х. В этой книге очень нудно, честно могу сразу заметить, что это нудное чтиво. Я его вообще слушала, аудиокнигу слушала, и даже аудиокнига была очень нудной. Но, тем не менее, вот эта нудятина, которая повторяется из одной главы в другую, где раскрываются, раскрываются, раскрываются глаза на те вещи, которые нас окружали столько лет, когда нам внушали, что Бриджит Джонсон полная девушка, и с ней что-то не в порядке. И весь фильм она сомневалась по поводу своего тела, хотя она там абсолютно нормальная, но нас всех заставили поверить в то, что неадекватное происходит, и она поэтому не может себя адекватно оценивать. Когда мы все смотрели фильм «Титаник», закатывали глаза и говорили, «Боже мой, эта героиня совершенно не подходит, Леонардо Ди Каприо, она полная, хотя она абсолютно нормальная». Если мы сейчас посмотрим на нее, ну, для кого-то с вот этим туннельным мышлением это так и осталось. Но после этой книги, после вот всех моих рефлексий, я понимаю, что все, что было в момент моего становления личности и понимания моего тела, взаимодействия с ним, это все продолжается на самом деле. Это было искаженное понимание о женском красоте, о женском теле и о здоровом теле тоже. Поэтому и вообще какое отношение имеет здоровье к тому, собственно, уверены вы в себе или нет, можете ли вы появляться в кадре или нет, можете ли вы позволить себе одеть ту или иную вещь или нет. И в итоге я прихожу к выводу, что я не хочу идти по этой накатанной дороге. Мое тело действительно изменилось после родов, после всех этих перетурбаций с изменением статуса. Я стала женой, я ограничила, у меня очень много ограничений появилось в жизни, потому что до этого у меня был абсолютно холостяцкий образ жизни в другой стране, в другом городе. Я стала очень со многим примиряться. И единственное, что оставалось всегда со мной, это я, мое тело и мои вещи. Мой шкаф, на который я всегда могу влиять, в любом состоянии сделать себя такой, какой я хотела бы, какой-то образ создать классный. И насладиться им, что самое важное. То есть вот это мой внутренний стержень, который, собственно, начался вот тогда с моей тети. Он просто крепнул и обрастал все новыми и новыми подтверждениями того, что социальный паттерн поведения, то, что пытаются нас воспитывать и пытаются нам навязать эту картину мира, идеальной женщины, женщины, которая востребована, не всегда здорова при этом, кто бы что ни говорил, и худые болеют, и полные болеют, всякие болеют. Но почему-то даже сейчас в разговоре с моими знакомыми, подругами, которые не замужем, например, и которые сейчас в поисках партнеров, они говорят о том, что есть мужчины, которые любят полненьких. Вот я, например, вот у меня там встретился какой-то там мужчина. Я ей говорю, ну ты же не полненькая, ты же абсолютно среднего размера, да? Ты не худая, ты не худая, но ты и не полная. Ты в среднем размере. И если отмотать на 7 лет назад видео с моего канала, там 6 лет назад, то вы увидите, что я там на 2, на 3 размера меньше, но при этом меня всегда считают плюс сайз. Почему? Потому что я больше размера М. Хотя я носила в тот момент и М, и Л, и что-то даже С у меня было. Но при этом в головах людей есть только как будто черно-белое мышление, от которого я советую всем избавляться, что есть полные, есть худые. Но есть очень широкий спектр еще людей. Есть огромное разнообразие женщин, которые не укладываются ни в какие характеристики, ни в какие типажи, не хотят укладываться в них, не хотят ничего с этим делать. Им комфортно в своем теле, им хорошо быть в своем размере М или Л, или XL, или 2XL. Но почему-то все считают своим долгом обязательно ткнуть, пнуть палкой и сказать, тебе нельзя с такими руками, с такой кожей, с таким животом и так далее. Поэтому почитайте книгу Науми Вольф. Это классное чтиво, которое должно вам помочь. Помочь просто расширить спектр возможностей, которые у вас есть. Если вы настроены на то, чтобы менять свое мышление, то, скорее всего, вам необходимо ее прочитать. Второе – это забота о себе. Ее никто не отменял, и я ее не отменяю. И сейчас, когда я похудела на 10 кг, за всю свою историю канала, ребят, я худела и на 17 кг, и на 15 кг. У меня были очень разные периоды. И то, что вы сейчас видите, произошло за этот очень тяжелый для меня год. Это один из моментов в моей жизни. Потому что так устроена я, потому что у меня вес очень зависит от моего душевного состояния, от того, свободна ли я, что я могу делать и как. И это не про то, что не жри, и все будет хорошо. Это так не работает. Я думаю, что вы уже многие усвоили, что любые ограничения для свободолюбивых людей, они фатальны в итоге. Поэтому что я делала весь этот год? Конечно, первые полгода мне было жутко невыносимо тяжело. И по многим факторам просто бытовые вопросы решать, психологические трудности от того, что все очень сложно по всем фронтам. И все это влияет, естественно, на вес тоже постепенно. То есть я в течение этого года опять набирала и опять худела. То есть вы поймите, что тонкая душевная организация людей настолько сложна. И ее так легко подпортить, если они восприимчивы к комментариям. Потому что я, конечно, уже довольно взрослый блогер, если говорить о том, что вот сколько я лет веду канал. И меня никакие комментарии, ну, мне невозможно обидеть комментарием. Я вижу только много боли в этих комментариях, много несчастья в этих комментариях, много непринятия себя и, соответственно, меня поэтому. Не позволение делать что-то себе и поэтому не позволение делать что-то мне. То есть это такие вещи, которые тоже приходят только с принятием себя. Поэтому ключевое слово, наверное, сегодня будет принятие себя и уже потом всех остальных. Это очень легко потом всех остальных принимать. Тебе уже не вызывают вопросов, почему он так сделал. Ну, почему он надел какую-то юбку. Да хрен с ней, с этой юбкой. Господи, друзья мои, ну вы что? Почему я решила сбросить сестра? В первую очередь я просто захотела менять свою жизнь до конца. Да, и я поменяла страну, поменяла работу, то есть она у меня добавилась на самом деле. У меня меняется все вокруг, окружение. И, возможно, через месяц у меня опять что-то поменяется. И мое тело тоже будет меняться. Что же я для этого делаю? Есть очень простые принципы, которыми я пытаюсь руководствоваться. В моей жизни с двумя детьми, сингл-мам, как говорится, ну потому что здесь у нас, папа у нас далеко живет. Мне, конечно, сложно выполнять все эти пункты. Но, тем не менее, это обязательно высыпается. То есть все откладываем. У меня так не получается всегда. И, соответственно, можно помогать себе какими-то витаминами, например, да. Ну, магнезиум я пью, да, магний, чтобы сон был крепче и лучше. Потому что у меня очень поверхностный сон. Я очень плохо сплю. Это тоже сказывается, кстати говоря, на моей фигуре. И как только я начинаю правильно, я имею в виду, спать в нормативе в каком-то своем, да. То есть засыпать до 12, просыпаться там в 6.30, например, да. Ну, так мне удобно просыпаться, мне так надо просыпаться. То все сразу налаживается. Моя нервная система становится, я становлюсь спокойнее, я становлюсь не такой агрессивной в каких-то моментах. Это первое. Потом, вода. Обязательно всегда носить с собой воду. Не выходить из дома без своей питьевой бутылки. Не садиться в транспорт, в котором вам предстоит проехать там полчаса или часа или больше без бутылки воды. Не идти на совещание без бутылки воды. И стараться ее пить, конечно же, в первой половине дня. Питание. Я убрала 10% питания. Я не стала себя ограничивать и считать калории. Это не мой метод. Я знаю, что есть люди, которым это легко. Пожалуйста. У нас разнообразие. Мы все помним. Инклюзивность. Вы можете так действовать. Я так действовать не могу. Готовить лоточки, какие-то заготовки, считать калораж. И жить в этом я не могу. Я постоянно передвигаюсь. У меня очень неподвижная психика. Я не могу каждый день делать одно и то же. Но тем не менее. Я убрала 10%. Это перекусы. Кофе какие-то. Просто захотелось поесть. Поела маленькое что-то. Это перекус. Все. Я убрала это. И вес стал двигаться вниз. Это единственное, что я сделала с питанием. Я никогда не обжираюсь булками. У меня нет компульсивного переедания, чтобы я пошла, съела торт. У меня такого никогда нет. Я при этом люблю сладкое, люблю вкусности. Я всегда не откажусь, если приеду в классный отель, чтобы съесть там вкусную еду. Я считаю, что это наша привилегия вообще. Вкусно, классно питаться. Мы для этого работаем. Мы для этого живем. Чтобы себя, познавать этот мир. И через вкусовые, как говорится, сосочки тоже. Не только через вещи, например, и так далее. И, конечно, немаловажный фактор – это спорт. Потому что, когда ты спрасываешь вес, то кожа, которая и так со временем имеет свойство провисать, ну, она менее эластичной становится, она может быть, конечно, дряблой. Поэтому спорт в моей жизни теперь каждый день или через день. И я занимаюсь с помощью платформы FitStars. Я уже неоднократно на своем канале рассказывала про эту платформу. Если проследить вообще видео этих интеграций, то можно заметить, как спорт проникал в мою жизнь. Сначала это были какие-то просто… Я так дотрагивалась до него. Я находила какие-то медитации. Там йога какая-то легчайшая. Растяжечки. А сейчас это уже более серьезные занятия на среднем, высоком уровне. Это занятия с гантелями обязательно, чтобы мышцы наращивать. И каждый день практически, через день, да, в зависимости от разных обстоятельств, конечно же, дня цикла. Так что каждый или почти каждый день вот здесь на кухне я занимаюсь спортом. Каждый месяц практически у них появляются новые классные тренировки. Что тренировки можно найти абсолютно под любой уровень. И для любой цели укрепить спину. Заниматься только прессом. А встаю я на весы не чаще, чем одну или даже раз в две недели. Каждый месяц я произвожу замеры. И это очень легко и классно отслеживается в этом же приложении FitStars, где вы можете заводить текущие параметры свои и отслеживать. И это очень сильно мотивирует. Вы видите конкретный результат. Вы можете его... Ну, в общем, он вас реально подстегивает делать дальше, не останавливаться. И добиваться той цели, которую вы хотели бы. Поэтому регистрируйтесь по ссылке в описании. Там будет промокод Герману, который дает огромную 70% скидку при регистрации на тариф без лимит. И вы таким образом просто всегда имеете спортивный зал у себя в кармане. Потому что можно пользоваться с телефона в приложении. Можно пользоваться с лэптопа и с других абсолютно носителей. И заниматься там, где вам удобно. В поездке, на даче, дома в квартире. И это облегчает вход, как говорится, в спорт в вашей жизни. Оформляйте подписку, тренируйтесь и получайте сертификат на умные весы PQ Basic. А также денежные сертификаты и фирменный магазин FitStars Shop. Условия акции на сайте. Заглядывайте в инфобокс. Я занимаюсь обычно с утра. То есть я просыпаюсь в 6.30 или в 6.45. Занимаюсь от 15 до 30 минут в зависимости от выбранной мной программы. Моюсь обязательно в какой-то холодный контрастный душ. Когда у меня есть на это ресурсы, силы. И обязательно увлажнение кожи. Это прямо то, что я делаю и стала делать. Очень классная программа. Есть такие лимфодренажные зарядки. И я стала ходить на массаж лимфодренажный. И дополнять это еще небольшими такими тренировками. Например, у меня один день такая серьезная интенсивная тренировка. Или силовая какая-нибудь, или функциональная, или еще какая-то. А на следующий день у меня лимфодренажная зарядка. И все. И мне этого достаточно. Конечно же, ходить по 10 тысяч шагов это все здорово. Но 10 тысяч шагов это 2 часа пешком. У меня иногда не бывает. У меня не иногда. У меня вообще не бывает такого практически момента в дне, когда я могу просто 2 часа гулять. Я могла такое себе позволить, когда я была с ребенком на коляске. Но сейчас я на автомобиле. У меня двое детей, которых нужно развести по всем кружкам, школам. И еще и на работу съездить. Поэтому 2 часа ходить я себе не могу такой роскоши позволить. Если у вас есть такая роскошь, пожалуйста, ходите 2 часа. И возможно, вам в первый этап вашего похудения вообще не придется ничего дополнительно делать. Следующий момент в принятии себя и на пути к идеальному своему весу, телу, это, конечно же, окружать себя разными людьми. Чтобы не зацикливаться только на чем-то одном. И фокусироваться. И не давать себе вообще простора мыслительного о том, что можно так было, можно так было. Чем больше и шире спектр людей, блогеров, в частности, которых вы смотрите, и они разные по внешности, сейчас мы про внешность говорим, тем легче вам воспринимать потом и свое тело тоже. В этом, собственно, прелесть того, что мы все разные, и нам не нужно себя под какой-то стандарт подкраивать. И вот здесь сейчас будет сакраментальная вещь всего этого видео. Для того, чтобы похудеть, не нужно взять себя в руки, закрыть рот на замок, и там перестать жрать, перестать все. И начать там в спортзал ходить. Нужно найти причину того, почему вы набираете вес. Как только вы найдете и поймете, почему это происходит, разберете это по слогам. Как только вы это осознаете, половина успеха уже обеспечена вам. Вы будете понимать, почему вы беретесь сейчас за тот или иной продукт. Вы будете понимать, почему вы хотите этот кусочек пиццы второй, а не просто останавливаетесь на первом. Вы будете понимать первопричину всего того, что с вами происходит. И вы перестанете даже хотеть себя ограничивать. Приходя в какую-нибудь вкусную... Ну, зависимость от того, что вы любите, там, я не знаю, в какое-то кафе с булочками, вы не будете стоять и себя сдерживать, что бы ты ни стал. А вам просто... Вы просто перестанете в этом находить какое-то свое утешение. И у вас будут ответы на другие ваши вопросы, которые раньше вы решали с помощью этой булочки. Ну, что ж, на этом я, наверное, подытожу сегодняшнее видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Оно было очень откровенным. Да, оно было не в формате моего канала. Мой канал обычно о моде и о стиле. Но сегодня был такой короткий экскурс в внешней женщины, в принятие себя. И я надеюсь, что вы что-то подчеркнули для себя новое. И обязательно будете смотреть следующее мое видео на этом канале. Подписывайтесь на него. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok